Разбойное нападение произошло в одном из домов по улице Революции. Вид идущего по пятам незнакомца школьницу не насторожил. И не мудрено, время дневное кругом народ. Между тем мужчина зашел следом в подъезд, а в лифте стал угрожать ножом и потребовал отдать мобильнике деньги. Девушка не растерялась, оказала ему сопротивление, а именно ударила рукой по руке с ножом, попыталась его выбить, оттолкнула от себя, ну и в результате чего между ними произошла своего рода потасовка, ну и злоумышленника это вызвало все-таки ярость, и он причинет ей ножевые ранения. Не ожидавшись столь жестокого отпора, мужчина был вынужден векироваться с пустыми руками. Девочку с ножевыми ранениями госпитализировали в одну из больниц. Девочка описала приметы преступника, и того задержали по горячим следам. Им оказался 30-летний, неоднократно судимый, житель Перми. Выяснилось, за несколько дней до этого он уже совершил разбойное нападение на 25-летнюю женщину в подъезде одного из домов. А до этого он обывал срок за убийство и освободился около года назад. На места порезов девочки наложили швы. Школьница пошла на поправку. Сотрудники правоохранительных органов отдают должное храбрости потерпевшей, но напоминают гражданам, что героизм в подобных ситуациях может быть очень опасным. Несмотря на то, что потерпевшая оказала все-таки активное сопротивление, все-таки в некоторых случаях, наверное, подчиниться лучше воле преступника, злоумышленника, и все-таки отдать ему имущество, чтобы остаться целым, невредимым. Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему предъявят обвинение по статье «Разбой». Пока по этим двум эпизодам. Но в полиции предполагают, на счету субъекта еще немало подобных дел. Просим граждан, в отношении которых были совершены какие-либо преступления, посмотреть фотоизображения. Возможно, они узнают в данном человеке своего обидчика и сообщили в органы полиции, в любой отдел полиции, который находится близко к вам, либо в дежурную часть управления МВД России по городу Перми. Елена Иговцева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.